Ещё, кстати, российские врачи знают, как извлечь из мороза в максимальную пользу. Это инновационный метод лечения холодом. Одним из подопытных оказался наш корреспондент Илья Давыдов. Азот опасно. Надпись, честно говоря, пугающая. Там же минус 196. Нет, если при аккуратном использовании этого газа, то ничего опасного не происходит. Жидкий азот кипит при комнатной температуре, но брызги нисколько не обжигают руку. Если её быстро отдёрнуть, иногда нужно, наоборот, глубоко проморозить кожу. Криокарандаш, как скальпель в руках косметолога, струя ледяного газа творит чудеса. А этот случай посерьёзнее. Раковая опухоль в пищеводе. Хирурги научились её прижигать спреем из жидкого азота. Лечить глубоким холодом ушибы, растяжение, воспаление суставов, кожной болезни и даже псориаз надумали и терапевты. Причём не мелочась, замораживая всего человека. Сейчас включается режим захолаживания. В этот момент идёт активный выброс смеси азота в объём. Вот, минус 110. Ещё холоднее сделать? Ещё холоднее. До 140, даже до 150 градусов. Лучше шагнуть в камеру сейчас, пока внутри относительно тепло. Установку в шутку называют крио-сауной. И правда, пара хоть отбавляй. На градуснике уже минус 154. Некоторые, правда, любят ещё холоднее. Голова должна быть при этом в тюге, чтобы всё-таки контролировать процесс. Я терплю, но, честно, у меня есть последний сил. Сколько там осталось? 75 секунд. Это настоящий шок для организма. Сжигается сразу 500 килокалорий. Но первые 120 секунд только подготовка. Кожа охлаждается до нуля градусов. Эффект наступает, когда верхние слои промёрзнут до минус двух. Кровь из внутренних органов устремляется к коже, чтобы согреть её изнутри. Улучшается дренаж капилляров. Выводятся шлаки. Снимаются спазмы, боль и воспаление в мышцах. Но для сосудов это сильнейшие перегрузки. Поэтому при гипертонии и варикозной болезни шоковая заморозка противопоказана. Противопоказанием являются онкологические заболевания, являются любые хронические заболевания в стадии обострения. Организм, соответственно, на этот стресс отвечает защитной реакцией. Он мобилизует все свои внутренние системы, он мобилизует свои внутренние ресурсы для того, чтобы как бы противодействовать вот этому внешнему воздействию. К счастью, продолжается оно всего три минуты. Если бы не цифры на градуснике, я бы не поверил, что испытал на себе минус 180. Эйфорию вызывают гормоны радости, эндорфины, а заодно и помогают психологически справиться с заморозкой. После минус 180 январский денёк и минус 25 кажутся настоящим летом. Вот тебе и криосауна.